Всем привет! Мы уже как три недели дома и недавно с Катей мы сели, так сказать, обсудить, сделать итог нашего пребывания в Барселоне за полгода. И мы начали вспоминать места, в которые мы ходили, что мы видели, что мы делали. И так пришла идея записать видео, где мы расскажем, в каких туристических и не очень туристических местах мы были, что мы видели, сколько это стоит. И как сэкономить. Да, и как сэкономить, самое главное. В общем, да, мы решили снять это видео с советами и предложениями. Поехали! И первое, о чем мы поговорим, это когда ехать в Барселону. Когда лучше туда поехать, чтобы было меньше людей, меньше туристов и так дальше. В Барселоне людей всегда много. И зимой, и летом. Но летом есть еще такой фактор, как выходные. И на выходные туда приезжает много людей из соседних городов. И местные тоже выбираются в Барселону. И, в общем, там совсем уже много людей. Поэтому лучше едьте зимой. Температура там хорошая, очень комфортная. Где-то плюс 13 градусов. Могут быть холодные дни, конечно, там плюс 5 будет. Но, в общем, там где-то плюс 10, плюс 13. А иногда будет плюс 18. Если вы не собираетесь купаться в Барселоне, то можете ехать смело зимой. Вам будет комфортно, не жарко. Вы сможете все увидеть и все будет прекрасно. Но, если же нет, можете ехать летом. Летом, правда, там жарко. В общем, если вам не принципиально покупаться, лучше ехать зимой. А если вы едете для того, чтобы просто отдохнуть, полежать на пляже, позагорать, то тогда, естественно, это лето. Здесь не обсуждается. Когда вы уже определились, когда ехать, естественно, возникает вопрос, где и как купить билеты. Мы с Катей на протяжении нашей жизни, так сказать, в Испании, мы были в Риме, в Париже, в Андорре. И все это время мы использовали сервис, который называется Mamondo. С помощью этого сервиса вы можете очень легко и удобно купить билеты. Там даже есть график, где показано, какие дни билеты дешевле, какие дни билеты дороже. Там есть специальные предложения. В общем, там есть абсолютно все, что нужно туристу, для того, чтобы попасть с точки А в точку Б. Билеты лучше покупать на внутренние рейсы за 20 дней до полета, на международные лучше за 30-35 дней. Но если вы рискнете и попробуете купить билеты за неделю до полета, то, возможно, вы попадете на очень классную скидку. Или наоборот, попадете на такой дорогой билет, что просто капец. В общем, если вы можете рискнуть, если вы можете решить о своей поездке в последний момент, то можете подождать. И действительно, там бывает за неделю, там бывает очень дешевый билет. И вообще, мы с Катей как путешествовали? Мы просто заходили на Мамондо и смотрели дешевые билеты на протяжении недели, то есть в любую точку Европы. И где было дешевле, туда мы и ехали. И так попало, что это был Рим в тот момент. И маленький интересный факт. Мы еще купили дешевый билет и полетели бизнес-классом. Да. Мы были в шоке. В общем, пользуйтесь. Прямо вот где жить, мы вам не скажем. Но, естественно, в Барселоне очень много хостелов и очень много квартир посуточно, которые сдаются. И самый удобный сервис, которым мы пользуемся постоянно, кстати, он действует по всему миру, он называется Airbnb. Это сервис, где вы можете арендовать квартиру на любой вкус и цвет, любой ценовой категории. И самое крутое в этом сервисе то, что это безопасно. Потому что вы сначала платите сервису, сумму за квартиру. Потом, когда вы уже выселитесь с квартиры, то сервис перечисляет эти деньги на счет арендодателя. Поэтому вы в безопасности. Если вдруг окажется так, что вы приехали, вам не понравилась квартира или там вообще не соответствуют фотографии квартиры, в общем, вы можете сразу же обратиться в сервис. Они все аннулируют и искать квартиру заново. И вам вернутся деньги. Да. Еще самое удобное то, что вам не нужно обзванивать всех арендодателей, чтобы узнать, свободна ли квартира на эти даты или нет. Все это уже показано в сервисе. И что еще очень классное в этой программе, то что с помощью этой программы вы можете распечатать подтверждение о том, что у вас есть жилье в какой-то определенной стране. И эту распечатку принимает посольство. То есть это будет подтверждение о том, что у вас есть квартира. То есть минус сервиса в том, что вам придется заплатить какой-то определенный процент Airbnb. Но в итоге это все компенсируется безопасностью. Несмотря на то, что местные жители стараются уйти от центра Барселоны, для туриста идеальный вариант жить в центре. Так что если вы ищете квартиру, то смотрите квартиру в центре. Во-первых, вы сэкономите на проезде. Даже если вы заплатите дороже за квартиру, поверьте, вы сэкономите на проезде. Да, потому что на Плаце Каталуния, это такая транспортная центральная развязка Барселоны, оттуда можно добраться абсолютно в любую точку Барселоны. Поэтому если вы найдете квартиру в центре, Плаце Каталуния будет возле вас, и вы действительно очень-очень хорошо сэкономите. Следующее, о чем мы поговорим, это о транспорте. Транспорт в Барселоне очень классный. Во-первых, состояние поездов, автобусов, все очень хорошо. Вот также есть такси, тоже очень удобно. Но, есть одно большое но, это все очень дорого в Барселоне. Барселона делится на зоны, на транспортные зоны. То есть, сам центр Барселоны, это первая зона, дальше там, за городом, это вторая зона и так дальше. И так шесть зон. Каждая зона имеет свою стоимость. Когда вы покупаете билет в Барселоне, то вам нужно купить билет на соответствующую зону. Вам нужно посмотреть на карте, куда вы собираетесь ехать, на какой станции вам выходить и какая это зона. И вот когда вы купили билет на соответствующую зону, вы можете смело ехать. Не пытайтесь, пожалуйста, махлевать в этом, потому что в Барселоне вам нужно вставить билетик в турникет не только когда вы заходите, но и когда выходите. И если вы будете выходить и билет запикает, вам придется заплатить штраф. Штрафы там большие, 100 евро. Вот таблица со всеми проездными, которые есть в Барселоне. Самый выгодный для туристов – это проездной Т-10. Это проездной, в который включается 10 поездок, и эти поездки могут использовать неограниченное количество людей. То есть вы можете на четверых взять один билет Т-10 и по нему ездить. Т-10 можно взять на одну зону, на две зоны или так далее. То есть если вы живете не в центре Барселоны, и вам для того, чтобы добраться в центр, нужно пересекать несколько зон, вам нужно взять проездной Т-10 на то количество зон, которые вы пересекаете. То есть это получается немножко дороговато. Это потому что мы говорили, что лучше снимать жилье в центре, чтобы не тратиться на проезд. Но есть один маленький секретик. Если у вас совсем нет денег, у вас какие-то проблемы, вы можете пройти вдвоем по одному билетику. Через турники просто один за другим пройти. В Барселоне нет контролеров. Они есть только на станциях, но и то они такие случаи часто пропускают. Если вам удалось уже пройти вдвоем по одному билету, можете спокойно себе ехать и не беспокоиться. Контролеров там нет. Как только вы прилетите в Барселону, у вас будет два варианта для того, чтобы добраться в центр Барселоны. Это либо автобус, либо поезд. Начнем с автобуса, потому что это самый удобный вариант. Там не нужно делать никаких пересадок, там идет прямой автобус, прямо на плаце Каталунио в центр Барселоны. Автобус стоит 5,90. Но если вы возьмете в интернете билеты наперед, две стороны, вы заплатите 10 евро. То есть вы сэкономите 2 евро. Но стоит учесть, что билет обратный, который вы купите, если вы купите наперед, он действует 2 недели. То есть если вы прилетаете на меньше срок, чем 2 недели, то лучше взять билеты через интернет и сэкономить таким образом пару евро. Автобусе 20 минут. И что самое крутое в этом автобусе, это то, что там есть Wi-Fi. Да. Есть еще второй способ. Это метро. Это способ более экономичный, потому что билет на метро стоит 4,50. Но он более неудобный, потому что там нужно сделать пересадку, и он идет около 40 минут в центр. То есть, в общем, если вам принципиально 1-2 евро, то, естественно, лучше ехать на метро. Если вам не принципиально, берите автобус, это более удобно, и вы выйдете в самом центре Барселоны без каких-либо пересадок. Еще и Wi-Fi попользуетесь. Очень классный способ передвигаться по Барселоне – это велосипеды. Барселона создана для велосипедов. Там очень много велодорожек и очень много проката велосипедов. В центре велосипеды стоят 6 евро за час или 12 евро за день. Если вы отойдете чуть дальше от туристических мест и от центра, то там вы сможете найти цены дешевле. Это все относительные цены. То есть, мы просто посчитали, так сказать, среднюю цену. Там центры можно найти и за 8, и за 10 евро за час. И еще, помните, там можно торговаться. Да, там делают скидки. Торгуйтесь. Вам понадобится навигатор. Мы сюда пользуемся Google Maps. Очень удобная программа. Да, и для Европы она идеально подходит. Но для того, чтобы пользоваться этой программой, вам, естественно, понадобится интернет. Самое дешевое и выгодное для людей, которые не собираются жить в Барселоне, а приехали туда просто с чисто туристическими намерениями – это мобильный оператор Orange. Качество связи не идеальное, но в центре она хорошая. Цены на Orange очень лояльные по сравнению с другими операторами. Гигабайт интернета вам будет стоить около 8 евро. Этого вполне достаточно, чтобы две недели пользоваться Google Maps или смотреть что-то в интернете. Это нормально. Конечно, не на соцсети. Да, но для навигации это супер. Достопримечательности – это то, ради чего мы приехали в Барселону. И сейчас мы расскажем о наших любимых местах, и, возможно, вам тоже понравится там. И начнем мы, пожалуй, с самого посещаемого места туристами. В Барселоне – это Лас-Аграда Фамилия. Каждый раз, когда мы приходили посмотреть на это здание, мы постоянно удивлялись и находили в нем что-то новое. Это просто шедевр архитектуры. И это место номер один к посещению. Мы не были внутри Лас-Аграда Фамилия, потому что там было очень дорого. Поэтому мы не будем вам говорить, что мы вам советуем зайти, там так офигенно. Хотя все, кто там был, в принципе, нам так и говорят. Но мы вам просто расскажем про цены. Самый дешевый билет без гида, без возможности подняться наверх будет стоить вам 15 евро. Да, то есть просто за вход внутрь. С аудиогидом вам придется выложить 22 евро. А билет All-Inclusive с гидом, с возможностью подняться наверх и с аудиогидом будет вам стоить 29 евро. Тибидабо. Это тоже очень хорошее место. И это место, которое, в принципе, стоит посетить. Потому что это не только красивая церковь, которая находится на верхушке горы. С нее еще открывается потрясающий вид на Барселону. Единственный недостаток этого места, это то, что к нему неудобно добираться. Она находится не в центре, на окраине. И чтобы туда добраться, нужно ехать на поезде, а потом ехать на фуникулере. Ну, если вы хотите посмотреть все места Барселоны, то едьте обязательно к этому месту. Когда вы будете на месте, у вас будет возможность доплатить еще 3,50, для того, чтобы подняться на верхушку церкви. Также возле Тибидабо есть парк развлечений. Там есть огромное чертовое колесо, с которого, естественно, тоже открывается головокружительный вид на Барселону. И есть еще парочку других аттракционов. То есть, если вы с детьми, я думаю, им понравится. Еще одно топовое место, это Паргуэль. Вход в парк стоит 8 евро. Но учтите, что если вы без тура, без гида, то вам придется самому простоять в очереди, чтобы купить билет. И не факт, что вы туда попадете, потому что там очень много всегда людей. И как только в парке большое количество людей, они перестают запускать, и вам нужно будет ждать около 2 часов, чтобы купить билет, чтобы попасть внутрь, посмотреть на здание Кауди с близка. Именно с такой проблемой мы столкнулись. Мы пришли, и нам сказали ждать 2 часа, для того, чтобы просто можно было купить билет. Если вам жалко денег и времени, вы можете пойти не на центральный вход парка, а на второй вход, который бесплатный. Вы, получается, подниметесь немножко выше, вы будете над вот этим туристическим местом, там, где весь эпицентр этих достопримечательностей. Вы можете посмотреть на это все сверху, там также красиво. И также вы можете прийти к центральному входу в парк. Там открывается просто шикарнейший вид на парк. Единственное, там есть забор. Вы не сможете там красиво сфотографироваться, но все увидеть у вас получится. У вас не выйдет сфотографироваться, даже если вы попадете в центральный парк. Там столько людей, что если вы сделаете какую-то селфи-фотку, то все, что будет сзади, это будут люди. Именно поэтому мы, когда увидели, сколько там людей в этом центральном парке, и сколько стоит вход, и сколько нужно ждать, мы все-таки решили пойти в соседний парк. То есть это тот же парк, просто другой вход. И оттуда посмотреть на это все, еще и сверху. И, в общем, мы все, что мы хотели, мы увидели. Ничуточку не пожалели, что мы не попали в центральный парк. А сейчас про наше самое любимое место, и любимое место вообще всех местных. Это Бункерс Дель Кармель. Это не туристическое место, там очень мало туристов и много местных. Что из себя представляет этот Бункерс Дель Кармель? Это красивое панорамное место, где вид на всю Барселону, на все точки. Вы можете увидеть оттуда и Саграда Фамилия, и набережную, и все. Тот же Тибидаба. Да, там очень красиво встретить закат, и можно взять с собой какую-то закуску и сделать маленький пикничок. Да, так обычно делают местные. То есть если вы хотите познакомиться поближе с местной культурой, вы знаете поближе местных, вам стоит идти туда. Да, берите друзей, устроите пикник и встретите закат. Это очень романтично и очень классно. И самое главное, бесплатно. Да. Если сравнивать это место как панорамное с Тибидабу, то это место намного круче, потому что с Бункерс Дель Кармель у вас открывается вид на 360 градусов. То есть вы просто можете крутиться и видеть все стороны Барселоны. С Тибидабу вы увидите только... Центр. Пэбло Эспаньол. С испанского это переводится как испанский городок. И буквально в этом городке вы увидите всю Испанию. Там есть кусочек Андауси, есть кусочек Каталонии и других провинций Испании. Ну и в этом городке есть один минус. Все, что там построено, это все для туристов. Это не настоящее здание, в них никто никогда не жил, вы это увидите сразу. То есть это такой себе макет. Тем не менее, там очень миленько, там много сувенирных лавок и так дальше. Но так как мы были в Андауси и видели Андауси вживую, то можем сказать, что этот испанский городок, он не передает атмосферы, которую передает реальная картина. Да, там красивенькие дома, беленького цвета, это все как в Андауси, но там нет людей, живущих там, а именно люди передают атмосферу. Поэтому можно туда просто прийти и пофотографироваться, но супер большую какую-то гамму эмоций вы не получите. Вход в испанский городок стоит 13 евро. Наше второе любимое место, это по сути детский музей, который называется Космокайша. Это очень прикольное место, где собраны экспонаты, которые связаны с наукой, с физикой, с биологией, с химией, в общем, со всем. Также там есть один зал, где полностью сымитирован климат Амазонии. Это зал, который нас больше всего впечатлил. Там очень красиво, там растения, животные. Там очень большая влажность, очень жарко. И что больше всего нас поразило то, что там периодически включают дождь. И это вообще просто непередаваемые ощущения, потому что мы этого не ожидали, мы пришли, там такая влажность. Прямо так вот подумали, блин, сейчас будет дождя. И реально пошел дождь. Да, он искусственный, он не настолько сильный, как был бы он в реальной жизни. То есть мы не намокли от него. Но, по крайней мере, нам очень понравилось. Вход в этот музей стоит 3 евро. Но если у вас есть карточка от Лакайша Банг, ну, вдруг она у вас есть, может, вы не совсем турист. С этой карточкой вам дают 2 бесплатных билета. Помимо этого, детям вход бесплатный. И мы вам настоятельно рекомендуем посетить этот музей. Он займет у вас, пожалуй, часа 3. По крайней мере, у нас он столько занял. Ну, там просто настолько много всяких интерактивных штук, с которыми можно взаимодействовать. И, ну, это суперское место. Мы вам очень советуем. Следующее место, в которое вы сможете поехать с детьми, это парк аттракционов, который называется Порт Авентура. В этом парке есть, правда, очень классные аттракционы. Он самый большой в Европе, если я не ошибаюсь. Да, да. И вход в этот парк стоит в среднем 50 евро с человека взрослого, а с детей немножко дешевле. Но цены там в зависимости от сезона меняются. Поэтому постоянно нужно мониторить в интернете. Советую вам ехать не летом, а осенью. Потому что осенью там меньше очереди. Летом очереди на аттракционы где-то по 40 минут. Да. Но осенью вы можете простоять 15 минут и попасть на аттракцион. Единственное, что в это место с Барселоны добираться далековато. Но если парк развлечений стоит у вас в списке посетить, тогда, естественно, лежайте. А в самой Барселоне есть рынок Бокария. Вам ничего не нужно платить для того, чтобы войти на рынок. Потому что это рынок. И знаете, это место, из которого невозможно уйти, ничего не купив. Там просто такое огромное количество всяких очень ярких, интересных штук. И что просто хочется купить. Стоит отметить, что цены на рынке одни из самых дешевых в Барселоне. То есть можете смело покупать там продукты и не бояться за то, что вы переплачиваете. Когда мы там были, мы увидели так много всяких продуктов, которых мы до этого не видели, что мы просто были в восторге, честно говоря. Очень много всего креативного и интересного. Мы вам советуем туда попасть, тем более это находится в самом центре. В Барселоне, конечно же, нужно сходить на поющие фонтаны. Петь фонтаны начинают в 9 часов в летнее время и в 8 часов в зимнее время. Вход туда, естественно, бесплатный. Также после фонтана вы можете посмотреть отличную панораму торгового центра, который находится на плаце Испания, площадь Испании. Торговый центр называется Арена. И что интересно, эта арена раньше служила ареной для кориды. Она, в принципе, и выглядит как арена для кориды. Но с давних пор, как только Каталония начала активно заявлять, что они не Испания, они отказались от кориды и просто-напросто сделали из арены для кориды торговый центр. На панорамное место в торговом центре вы можете подняться двумя способами. Первый – это платный лифт. За 1 евро вы можете сразу напрямую с улицы подняться наверх на эту маленькую подшарку. Да, на крышу. Или второй способ – вы можете зайти в торговый центр и по эскалаторам подняться бесплатно наверх. Шопинг в Барселоне. Я в этом спец, поэтому я вам расскажу, где шопиться в Барселоне. Первое, что вы должны запомнить – в Барселоне в воскресенье не работают магазины. Вот совсем. Не работают и всё. Вы не купите ни еды, ни одежды, ничего. Ни сувениров. Только открытые, может, пакистанские магазины. Это маленькие лавки такие. Либо китайские. Да, маленькие супермаркетики. Там, где вы можете купить какие-то снайки и всё. На Барселоне есть секретное место, где вы можете пошопиться на выходные. Это торговый центр Мегамагну. Он работает 365 дней в году, то есть у него нет выходных и праздников. Вы можете зайти туда и купить всё, что вы не успели купить в будние дни. Шопинг лучше всего делать в Барселоне в центре. Там большое количество магазинов. Там есть абсолютно все магазины, которые вам могут пригодиться. Там есть несколько магазинов Зара, только на площади Каталонии. Я уже не говорю про Зары, которые находятся немножко дальше. Да, то есть достаточно просто пройтись по центру и доходить в магазинчики. Не обязательно идти в торговый центр. Также в самом центре, а именно в окрестностях Ла Рамбла и Плаца Каталонии, есть много маленьких лавочек с местными производителями, где вы можете купить сувениры или одежду местного производства. Где покупать продукты и сколько это стоит? Так как мы опытные в этом плане, можем сказать, что питание на неделю на двоих будет стоить вам 50 евро. В Барселоне есть несколько хороших супермаркетов. Это Меркадонна, Лидл и Ашан. Ашан находится за городом чаще всего, но вот в самом центре есть всегда Лидл и Меркадонна. И также в Барселоне есть огромное количество баров и кафешек. Очень много прикольных, и мы вам советуем для поиска этих прикольных мест использовать приложение Foursquare. Мы в нем всегда пользуемся во всех странах. Там вы можете легко найти место, которое вам по душе, и там будет оценка, рейтинг от других людей, которые уже были в этом месте и оценили. Поэтому пользуйтесь мобильным телефоном. На самом деле это не все места, про которые мы бы хотели вам рассказать. Потому что если бы мы начали рассказывать про все места, это бы заняло бы нас, наверное, часа два. В Барселоне огромное количество мест, не только туристических, про которые все знают, а просто вот обычных, которых можно открыть, просто гуляя по Барселоне. В первую очередь это парки. Вот там есть туристический парк, очень интересный. Там есть парк Цитадель и другие парки. Там есть та же набережная, которая тоже просто... Она как не занесена в список туристических мест, она просто как обычная улица, набережная. Но она офигенная, ее стоит посетить. И также очень много интересных кафешек, ресторанчиков, барчиков. В общем, Барселона это одна сплошная достопримечательность. Обязательно посетите этот город, если вы любите путешествовать. А у нас все. Спасибо вам большое за просмотр. Если у вас остались какие-то вопросы, задавайте их в комментариях. Если вам понравилось это видео, ставьте пальцы вверх. Подписывайтесь на наш канал. Всем пока. Всем пока.